Когда какие-либо части человеческого организма выходят из строя или повреждаются, шансы невелики. Ученые пытаются создать им искусственную замену. Пальцы, уши, мочевой пузырь. Созданный в лаборатории мочевой пузырь уже был успешно пересажен людям. Объект научной фантастики может скоро стать реальностью. Работа начинается с формы. Форма для пальца справа, а форма для уха слева. Эти формы могут быть сделаны из синтетических полимеров или из натуральных материалов, вроде коллагена. В этих формах ученые будут выращивать настоящие клетки. Для получения этих клеток ученые извлекают небольшой кусочек хрящевой ткани из организма. Ученый измельчает его на мелкие кусочки и переносит хрящ в пробирку, частично наполненную специальным энзимом. Этот энзим разрушает ткани, оставляя только хрящевые клетки. Затем пробирка перемещается в центрифугу и вращается на высокой скорости. Это заставляет клетки хряща отделиться от раствора энзима и осесть на дне. Жидкость удаляется, а крошечные клетки остаются в пробирке. Затем добавляется красная жидкость. Это питательный раствор. Он будет стимулировать клеточный рост. Разлитая по чашечкам Петри, смесь отправляется в инкубатор и нагревается до 37 градусов по Цельсию температуры человеческого тела. Это отличные условия для клеточного роста. Тем временем управляемая компьютером машина создает форму для уха. На поверхность наносится синтетический полимер, чтобы она выглядела естественной. Процесс занимает около пяти часов. Тем временем клетки успевают поделиться 20 раз. Ученые переносят их в законченную форму, где они продолжают расти. Потом клетки, находящиеся в форме для уха, можно будет пересадить под кожу пациента. Хрящ обретет форму, а организм примет его как свой собственный. Другие ученые работают над выращиванием кровеносных сосудов и сердечных клапанов. Они начинают работу с извлечения соматических клеток из человеческой крови. Сначала исследователь заполняет пробирку густым очистительным раствором. Затем в раствор добавляют разжиженную кровь. Разные компоненты крови начинают разделяться почти мгновенно. Более тяжелые красные кровяные клетки опускаются вниз, а легкие стволовые клетки поднимаются вверх пробирки. Вращение в центрифуге разделяет компоненты окончательно, позволяя ученым получить желаемые клетки. Они превращают их в клетки эндотелия, выстилающие внутреннюю поверхность кровеносных сосудов и сердечных клапанов. Тем временем ученые создают форму для кровеносных сосудов. В жидкий коллаген добавляют растворитель, который его разжижает. Затем добавляют маленькие белые крупинки. Это синтетические полимеры. Они растворяются в течение часа. Затем коллагеновый раствор равномерно распыляют на вращающуюся трубку. Смесь коллагена и полимера быстро твердеет вокруг трубки. Ученый снимает с трубки затвердевший биоматериал. Теперь у него есть форма для создания человеческих кровеносных сосудов. Он покрывает трубку клетками эндотелия, которые уже выросли и размножились. Затем он прогоняет через нее жидкость, чтобы симулировать кровоток. Это побуждает клетки начать действовать сообща, как в настоящем кровеносном сосуде. Для выращивания сердечного клапана не создают форму. Используют настоящий клапан свиньи. Ученые помещают клапан свиньи в контейнер с детергентом и помещают в аппарат, который его трясет. Движение помогает смыть все клетки, оставив лишь скелет клапана. Затем в скелет клапана помещаются человеческие клетки, которые там растут и размножаются. Затем ученые пропускают через клапан жидкость, как в кровеносном сосуде. Это приучает клетки к работе, которую им придется делать в человеческом организме. Это впечатлило бы даже Франкенштейна. Настоящее ухо.